приветствую вас дорогие любители творчества добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта комфорта хорошего настроения с вами елена сетникова ну что мои хорошие в первую очередь хочу поблагодарить вас за ваши комментарии приятные комментарии где вы пишете что хотя бы на 23 минуточки одним дублем на выходите вот у нас есть 23 минуты чтобы мне не монтировать видео я решила показать вам несколько процессов не знаю с какого начать давайте наверное начнем вот с этого кашпо вот такое кашпо получилось сейчас я расскажу как я это делала здесь использовались ведра которые я покупала на озон ведра есть разного качества разной цены я купила подороже чтобы сделать усилен чтобы кашпо дольше прослужила здесь усилена одну усилен вот вверх с ну и качество пластмассы лучше 1374 рубля я дала за 5 вот таких ведерок у меня получится соответственно 5 кашпо значит речки мы покупали в том году по 30 рублей вот такие здесь наверно 30 или 40 на сантиметр ну в общем не знаю точно уж не буду мерить в общем вот такие речки которые я изначально снимала вот здесь вот фаску вот сейчас не знаю где чтобы сфокусировалась вот видите здесь снята фаска это я делала шлиф машинкой вот такая шлиф машинка диск наждачный и прям по всем четырем сторонам я жук-жук снимала вот этот острый угол рейки потом я гречки прошла с морилкой еще разочек пройтись здесь уже снята фаска ну а потом режу на нужные мне отрезки и приклеиваю к ведру приклеиваю клеем титан вот он прям к виду и потом еще использовала скотч потому что ну все это ползет по ведру клей не сразу схватывает и так вот урывочками отрезочками несколько речек прихватила скотчем они приклеились я чем-то другим занимаюсь продолжают дальше вот вот когда снята фаска посмотрите ну как-то красивее смотрится изделие нежели острые углы вот потом вот у меня есть такая перфолента мы ее использовали когда делали цоколь и отмостку цоколем там укрепляли сетку и осталась эта перфолента я купила вот такие саморезы клопы сантиметровые 10 миллиметров чтобы внутрь не пролез этот саморез чтобы не продырявить ведро и потом в виде бочонка вот я сделала во первых она еще и держит эти рейки сама по себе это перфолента еще и клей и в общем получилось вот такое замечательное кашпо так ну по моему по кашпо рассказала все вот эти вот остаточки нет это не остаточки это на следующий у меня осталось там 23 сантиметра здесь единственное что здесь вот носик и не очень вот в этом месте красиво может быть это создает определенный шарм во всяком случае можно поставить вот другой стороной и будет красиво в эти ведерки я планирую посадить и берис и они у меня уже взошли я еще купила еще один сорт это вот который я уже посадила лиловые такие они меняют оказывается и берис хамелеон забыла точное название не буду ломать язык они как-то меняют цвет от белого до лилового и купила чисто белое вот на вагберис получу посажу еще и будут вот такие красивые шапки задекорирую ну в общем одну где-то во дворе поставлю покажу конечно же потом так что вот такая интересная идея делать вот такие кашпо и вчера я уже как вы видите сделала шпалеры насколько у меня хватило материала вот одна шпалера уже готовая стоит сейчас мы поближе подойдем друзья такая зарядка у меня все вчера болело ноги спина руки потому что здесь нужно усилие чтобы вкрутить этот саморез причем я сначала дырочки делала сверлышко потом вкручивала саморезы купили не очень правильной правильного размера и в общем тяжело было вкручивать слишком длинные ну ничего я справилась посмотрите какая красота получилась до спрашивали какой брус вы покупали значит здесь на размер 230 длиной шпалера значит высота ее метр пятьдесят рейка сама три метра вот как раз удобно практически без остатков то есть речка поперечная пилится пополам и получается что как раз две штучки вот это вот одна рейка получается а сейчас я найду листик покажу почем покупали какой размер там чтобы не врать такой брус ну короче маленьких рек вот эти вот 2 на 30 реки их нужно 12 штук расстояние между вот здесь вот 13 сантиметров у меня вот здесь вот получается 30 сантиметров вот такая красивая шпалера в августе куплю клематисы я прочитала что их сажать лучше в августе и вот здесь будет у нас вот такая красота так что еще по шпалере до шпалера пропитана я уже сказала специальная пропиткой по дереву aquatex экстра мастер-класс есть по этой шпалере подробнейший хороший мастер-класс ссылку я уже оставляла на него в предыдущем видео это канал старая дача блогер наташа так и наберите канал или старая дача шпалера и вам выскочит это видео если вы забываете посмотреть под описание в общем очень часто задают вопрос а где друзья вся полезная информация всегда либо в описании видео которое вы смотрите либо в первом закрепленном комментарии я спали рост на я реки сначала красила вы это уже видели немножко отошла от мастер-класса наташа там делает сначала шпалеру потом красит и она обрабатывает ее олифой но поскольку говорит что это лучшее средство я может быть даже соглашусь но мы уже купили эту краску aquatext экстра планировалась она для беседки сначала тоже вот что-то в таком стиле должна была быть беседка потом у нас поменялись планы нужно было делать отмостку в миме вместо беседки и краска стоит ее надо использовать и уже беседка теперь будет другого дизайна в общем не выбрасывать же я решила ее использовать еще такая же есть пропитка коричневого цвета а вот ну посмотрим как простоит зиму как сколько вообще послужит конечно дерево требует дополнительной обработки это ничего вечного не бывает ну хотя бы если на три года хватит то и будет хорошо шпалера будет съемной крепиться забору мертва она не будет будет крепиться хомутами ну в общем это вы все увидите в мастер-классе на канале старая дача вообще в идеале конечно же можно было бы вот здесь вот все закрыть этими шпалерами но посмотрим можно потихонечку делать конечно если сразу все закупить это дорого а так потихонечку помаленечку вот уже две шпалеры практически у меня готовы останется еще две в эту сторону ну а там как пойдет да посеяла я здесь газон газонную травку каждый день поливаю это все потому что у нас сушь стоит суховее в общем жду всходы наверное будет красиво да по поводу шпалеры я ее еще у наташи этого нет в мастер-классе я вам советую купить если нет вот такое стусло здесь специальная специальная пила она продается вместе с этим стусло здесь вы видите можно пилить под разными углами естественно мне нужен был 90 градусов сюда кладется речка кстати вот эту стремянку я использовала как козлик рейка же длинная вот там вот конец кладу рейки и вот здесь на столике и вот так вот сюда кладется рейка вот такая усиленная пила и вот так вот вот так и жив 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 и речка очень круто ровно прям легко пилится и и без всяких зазубрин здесь у пилы очень хороший мелкий зуб вот так что без этого инструмента я не знаю как бы я так вот аккуратно все это проделала вот и конечно же понадобится вот такой угольник если нужно начертить ровно 90 градусов здесь вот инструменты которыми я пользовалась конечно же рулетка но это я немножко зачищала края если спил не очень хорошие вот так вот джиг-жиг-жиг поровняла и саморезы пассатижи здесь не нужны этом они были в другом месте нужны вот да нужно использовать золотые вот это сказать саморезы вот вот такой у меня длинный был тяжело им работать сейчас пойду в доку чтобы докупить рейки которые мне не хватило и куплю покажу саморезы которые мы больше подходят вот он и здесь вот саморез здесь я померила 3 сантиметра 2 миллиметра я не знаю если такие ну короче три с половиной нужно вот все что у меня осталось нужно мне докупить саморезов конечно понадобятся два шуруповерта почему 2 потому что потому что потому в одном бита для того чтобы закрутить саморез второй шуруповерт со сверлышком то есть я сначала делала дырочку сверлышком а потом закручивала саморез но не будешь же за каждым разом менять туда-сюда вот эти вот части биту со сверлышком поэтому вот два шуруповерта я использовала еще забыла сказать по ведерку обязательно кроме морилки нужно будет потом эта ведерочка покрасить лаком но я почему не покрывала чтобы мне не мыть постоянно кисточки которыми я буду красить то есть хочу сделать все ведра и потом одним махом их покрасить чтобы мне не мыть кисточку из остатков которые остались у меня от шпалеры я сделала вот такую подставочку это будет либо подставочка под ведром тоже можно сюда даже колесики приделать чтобы это хотя может быть они здесь и не нужны чтобы она ездила или легко передвигать с другой стороны взял в другую пошел в общем я ее слепила из того что было или это может быть сейчас вот так вот может быть полочкой напустим и под окошко и здесь можно поставить цветочки то есть вниз прикрепить не уголки а как их эти надо же но вот как как вы с кронштейны вот и вот такая полочка а там может быть еще что-то доделаю до забыла сказать по шпалере на каждом уголке я ее еще укрепила вот таким вот уголком металлическим то есть четыре уголка на углах чтобы хорошо держалась я укрепила вообще я так посмотрела очень красиво она смотрится и здесь может быть другой цвет сделать сюда и сделать высоту как раз 33 метра хватит вот там сделать крепежи и можно здесь тоже будет что-то посадить но здесь понятное дело что-то в ведрах вьющиеся может быть тот же далекоз или помею ну в общем однолетки какие-то чтобы на зиму убирать и эту шпалеру чтобы она здесь не кисло зимой под снегом под дождем и так далее ну в общем идея мне очень понравилась я очень благодарна наташи которая так все хорошо рассказала и я думаю что любая женщина имея маломальский инструмент может это спокойно сделать вот такую красоту для своего двора сада для дома с дочкой мы уже жарили шашлык конечно же краска обгорела остались золотыми только ножки вот вы там не пишите лена у вас зона отдыха а вы наверное не отдыхаете нет друзья мы отдыхаем у нас все как бы в меру вот одного стула здесь нет я его перенесла вот сюда жарко было вчера очень хорошо было а позавчера такая жара стояла что я вот там ставила зонтик занималась это ведро делала вот здесь между домом и сараем потому что на солнце было очень-очень жарко вот здесь вот я тоже посеяла газонную травку вот здесь под деревом тоже поливаю чтобы она уже пошла вы представляете вот сейчас увидела вот она уже растет травушка муравушка и уже не хватает нам дождика клумба здесь посмотрите как клумба пошла зеленеть все лилии которые лёшек покупал вот кстати надо их по открывать все попринимались смотрите как пошла ты моя красавица в общем я так рада лёшек там читал отзывы прежде чем купить и люди все жаловались что из десяти купленных лилий либо две выживала у меня друзья выжили все лёшек конечно старался покупать отзывы люди писали тех покупали в лера мерлен через этот интернет-магазин мы посмотрите как хорошо взялось ну естественно такие вещи нужно покупать самостоятельно смотреть каждую луковичку вот уже и нарциссик расцвел красота какая смотрите все начинает все пошло вот тоже начинает зацветать нарциссик и этот ирис тоже вот какие побеги вот дал все начинает оживает скоро эта стена тоже закроется тоже здесь будет красота красивая в общем душа радуется так ну что там а и вот это вот кресло я перенесла сюда здесь тенечек тенечек вот кресел много садовых не бывает там жарко таскать не будешь туда-сюда поэтому еще можно сюда кресло те стульчики которые я думала будут здесь вот набора такие мне жалко их сюда здесь мы планируем тоже сделать такой навес верандочку вот когда этот навесик будет тогда возможно я сюда либо какие-то другие кресла приобрету но столик который от набора остался он будет точно здесь ну таких стульев в стиле икея садовых много можно купить найти поэтому не все сразу конечно же все сразу сделать мы не можем и это хочется и сарай нужно и крышу нужно делать в общем все нужно делать но я по мере возможности то что я могу сделать без лёшика я конечно стараюсь это делать ну что укладываемся мы укладываемся в 23 минуты сейчас пойду одеваться и пойду схожу в доку докуплю недостающие речки их здесь мне не хватило четыре или пять штук пять штук куплю и приду надо будет их покрасить самое тяжелое в этой шпале ну не то что тяжелое нудное покрасить вот эти рейки то есть рейка красится с четырех сторон по два раза я обрабатывал вот представьте одну сторону покрасил ждешь высохнет толсты не перевернешь на другую сторону опять другую сторону покрасил ждешь высохнет и так четыре стороны которые нужно покрасить и подождать пока не высохнут а высохнет она сохнет она 24 часа в день я красила по одной стороне по два раза получается у меня получалось то есть вот четыре дня мне понадобилось только чтобы покрасить вот рейки шпалеру если готовы вы если вы будете делать не как в мастер-классе из необработанного дерева мне кажется это еще сложнее хотя не нужно ждать но нужно везде не забыть пройтись каждую сторону в общем как по мне так лучше сделать покрасить а потом делать в общем четыре дня красила и один день я это все собрала ладно мои хорошие боюсь уже осталось совсем мало времени я вас всех обнимаю всех люблю и до новых встреч с вами была елена ситникова пока пока